Привет, друзья! Это Maxi English Show. Сегодня у нас с вами зрелая тема. Если вы в вашем английском уже дошли до такого уровня, который мы с вами сегодня будем разбирать, я бы сказал, это такой intermediate, upper intermediate тема. Ребята, congratulations! Мои поздравления! Если, конечно, нет, то мы вам можем в этом помочь. Школа английского языка English Show School. Первое бесплатное занятие. Ссылка под этим видео. Итак, наша тема сегодня это модальные глаголы в прошлом времени. Начинаем! Итак, дорогие друзья, все вы знаете, что такое модальные глаголы, то есть такие как may, might, could, should, must, would. Они сами по себе никакого действия не обозначают, не так ли? Они показывают просто, что вы должны что-то сделать, или можете что-то сделать, или могли что-то сделать, или было бы хорошо что-то сделать и так далее, или что-то нужно сделать. Давайте парочку простых примеров. You should go. Ты должен идти. Когда ты должен идти? Сейчас, либо в будущем. You should go. Ну, обычно сейчас. You should go. Или you must cover your mouth when you sneeze. Ты должен, обязан, обязательно закрывать свой рот, когда ты чихаешь. You must do it. Когда? Сейчас? Или вообще? Но мы здесь не говорим о прошлом. Дорогие друзья, запомните, вот это сейчас самая главная мысль этого урока. Когда вы говорите, что-то надо было, или следовало, или можно было сделать в прошлом, добавляйте к модальному глаголу half плюс третью форму глагола. Half плюс третья форма. Сейчас будет куча примеров, и мы начнем с may и might, то есть might have or may have плюс третья форма. Что же они означают? Когда вы говорите might have or may have плюс третья форма означает, что что-то, наверное, случилось в прошлом. Опять же, еще раз говорю, все, о чем мы сегодня говорим, случилось в прошлом. Все случилось в прошлом. Примеры. Where is John? He might have gone home. Or he may have gone home. Где Джон? Он, наверное, домой ушел. Я так думаю, что в прошлом это произошло. Это мои догадки. Я так думаю, что вот это случилось. He might have gone. Смотрите, как я использую третью форму. Gone. Это he might have gone home. Or he may have gone home. Снова про Джона. The fridge is empty. John might have or may have eaten all the food. Холодильник пуст. Должно быть, я так думаю, подозреваю, что Джон съел всю еду. He might have eaten all the food. Не might eat и не may eat. Если вы говорите you may eat all the food, вы говорите, я тебе разрешаю, ты сейчас можешь еду всю съесть. Следующее. Must have. Must have похоже на may have и might have, но вы намного более. Вы почти что на сто процентов уверены насчет того, что случилось в прошлом. Приведу вам пример. Представьте, в настоящем времени вы видите, ваш друг упал сейчас с великой и поранил коленку. Сейчас Макс покажет. Класс. И он говорит, I hurt my leg. И вы говорите, wow, it must be painful. Что значит, тебе должно быть так больно сейчас. А теперь давайте переиграем эту ситуацию в будущее. Тогда все будет звучать так. Вам друг говорит, I hurt my leg yesterday. Wow, it must have been painful. Должно быть тебе было тогда в прошлом очень больно. Must be. Сейчас. Must have been. Должно быть тогда что-то вот было. Я почти что в этом уверен. Окей? Must have been so painful. Так, наверное, было больно. Where is my wallet? Must have left it home. Или I must have left it at home. Где мой кошелек? Скорее всего, я его дома оставил. То есть это случилось в прошлом. И я практически уверен, что я оставил его дома. I must have left it. Не I must left it. Must left it звучит, ты должен что-то оставить сейчас. Я тебе приказываю. Must have left. Значит, должно быть в прошлом я его там оставил. Окей? Must have been brutal. It must have been brutal, говорит Райан Гослинг. Что значит, должно быть было жестко. Should've. Следующее. Should have. Кстати, обратите внимание. Should've. Произносится should've, could've, would've. Они произносят это очень, ну, слитно как бы. Should've, could've, would've. Даже иногда бывает тогда. Should've. I should've. Значит, I should have. Итак, should've. Наверное, самый распространенный модальный глагол прошлого времени. Означает следовало тебе, следовало или не следовало чего-то делать. Например, ах, не надо было тебе этого говорить. Вот эту мысль мы, мы высказываем не просто should, should, это тебе сейчас надо сделать. Should've. Ты должен был или не должен был. Несколько примеров. You missed a great party. You should've come. Ты пропустил классную вечеринку, тебе нужно было прийти. You should've come. You should have come. В прошлом тебе надо было прийти, но ты не пришёл. Жаль. Поезд ушёл. I'm feeling sick. I shouldn't have eaten so much. Что-то меня тошнит, не надо было так много кушать. Я уже съел, поезд ушёл, всё, уже ничего не воротишь. I shouldn't have eaten so much. Мы сидим в полнометрии диалог между Том Крузом и его боссом. You should've come. You should've invited me. You should've come. You should've invited me. Тебе надо было прийти, тебе надо было меня пригласить. You should do this. Значит, you should do that now. You should do this now. Тебе надо сейчас это сделать. You should've done. Тебе надо было сделать это в прошлом. You should've come. You should've invited me. Would've. Следующее или could've. Они произносятся вот так. Could've. Would've. Они означают, что надо было что-то сделать в прошлом, но я не сделал. Или можно было что-то сделать в прошлом, но я не сделал. Опять же, мы понимаем. Поезд ушёл. Всё. Это в прошлом осталось. She could've gone to any college she wanted to. Она могла поступить в любой колледж, которого она только не захотела. Но она вообще, видимо, по ситуации решила вообще не поступать ни в какой колледж. Окей? But she could've gone. Могла пойти, но не пошла. Are you crazy? We could've gotten into accident. Ты с ума зашёл? Мы могли бы в аварию попасть. Мы, конечно, не попали. Всё это было в прошлом. But we could've gotten into accident. Это могло случиться в прошлом. If we had arrived earlier, we would've caught our flight. Это, кстати, друзья, третий conditional. Очень часто would've плюс третья форма используется в третьем conditional. Если вам интересно. У нас, кстати, есть видео по всем conditional's, друзья. Очень крутое информативное видео. Пожалуйста, зацените его. Переводится это предложение так. Если бы мы раньше приехали, мы бы успели на этот самолёт. Но мы не приехали раньше, и на самолёт мы не успели. If we had arrived earlier, we would've caught our flight. Caught — это не животное такое, а третья форма от глагола catch. Catch, caught, caught. Окей? We would've caught, but we didn't. Этого не случилось, поезд ушёл. В нашем случае самолёт. Следующее — needn't have done. И вот здесь у многих студентов возникает, особенно на высоких уровнях, вопрос. В чём разница? What's the difference between needn't have done and didn't need to? Needn't have done, didn't need to. Разница есть. Для начала, что означает you needn't have done something? Это значит, что кто-то уже что-то сделал, но он сделал это зря. В этом не было необходимости. Например, вы вышли на улицу, взяли с собой тяжелющий большой зонт. Дождь так и не пошёл. Значит, зонт брать было не нужно, но вы его взяли. Поэтому здесь конструкция needn't have done. Это будет звучать так. I needn't have taken an umbrella. It is sunny day. Не надо было мне брать зонт. Солнечный день, никакого дождя. I needn't have taken. Но я его взял. Но в этом не было нужды. John needn't have bought a train ticket. His employer already paid for it. Джону не надо было покупать билет на поезд. Его босс, его наниматель уже за всё заплатил. То есть, наниматель заплатил и Джон тоже заплатил за свой билет. Но в этом никакой нужды не было. He needn't have done it. Этого делать было не нужно. Не было необходимости. А вот теперь didn't need to. Didn't need to это как раз таки не нужно что-то делать. Вот мы и не сделали. Ну, представьте. Lockdown. Вы знаете такое слово хорошо. Ваше правительство говорит. Давайте суббота, воскресенье все сидите дома. Вы понимаете, у вас достаточно еды дома на эти два дня с избытком. И вам нету нужды идти в магазин и что-то покупать. Это не надо делать. Потому что всё достаточно. Вот так это будет звучать. We had everything, so we didn't need to go to grocery shop. У нас всё было, нам не нужно было идти. Нам не нужно было идти и мы и не пошли. Окей? Поэтому в этой ситуации просто didn't need to go. Didn't need to go to grocery. Окей? Если бы всё было, а мы бы всё равно пошли и всё бы купили и всё бы протухло, тогда надо было бы needn't have gone. Но мы не пошли. Не делали никаких действий зазря. Поэтому didn't need to. Друзья, надеюсь, я понимаю, это сложная тема, поэтому это такой ролик, который, ребята, можно пересматривать. Не забывайте ставить thumbs up нашему видео и подписаться на наш канал, если вы ещё этого не сделали. Друзья, это были English Show. Увидимся очень скоро. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok